Шевроле Лачетти одно обогнал, сейчас второе обгоню. 70. По правительственной валим. Первое Лачетти заело, зацепил я его. Да, тут так все аккуратно идут. Видно, меряют скорость. Думаю, вот это сейчас Горбатого сфотографирует на скорость. Павло, какой ты красивый сегодня. 8М. А ну, улыбайся. Нормально. Марчик. Ты отрегулировал, я нормально домой доеду? Да, такая красная тачка. Блин, тяга к технике с детства. Марк, Марк. Так, Леня, ну как покатались, Лень? Отлично. Понравилось тебе? Да. А что за проблемы у тебя? Генератор оторвал. И все? Да. Так все нормально. Аварийка работает. Все плавно разъезжаются. Разъезжаются. Саня говорит, накатался. То, что надо. Пока! Еще. Люди есть. Блин. Слышишь, Саня, Саня, Саня? Ты единственный человек, которому удалось вырвать волосы из бородача бороды. И остаться... Получить в бороду. Но еще не вечер. Да, не растет. Мы еще галлипинизм. А там все полный фарш. Мы же воздушные так и не посмотрели. Елки-палки разбираются за секунду. Что там внутри? Жесть или нет? Что-то, наверное... А не вымется? Уровень как-то меньше, наверное, нормы даже. Они вынимаются? Там отстегиваться вон где-то нужно. Более-менее? Да. Только, мне кажется, он ниже нормы. Если посмотреть, вот смотри, вот. Он так вот, да? И мы поднимаем, то он только вот. Вот, видишь, уровень. Ну, так он так и должен быть. Низ только или что? Не, вот, вот получается. Вот это. Да. То есть сюда или вот здесь он должен быть. Надо вылететь, залить столько, сколько в книжке пишет просто, да и все. Чтобы ничего не придумал. Что там грязно? Давай очистителем карбюратора, побрызгаем. О! Макс, ну, заведем. Есть такой. Но очиститель есть же новый. Мы забрали, где-то он в машине, наверное. Побрызгаем, будет еще лучше работать. Завести надо. Давай. Выше обороты. На оборотах. Надо газовать. Так надо на оборотах. Давай. Давай. Что значит полный оригинал. Марку карбюратора хочешь увидеть? КА-126. КА-126? Да. А, 123. КА-123. Это вот. КА-123. Прикол. Хоть увидели название. Первый раз. Это бомба просто. Я чувствовал, что день пойдет хорошо. Но что настолько? Быстрее. Давай в ту машину торты и уезжаем сразу. Блин, нормально смотритесь. А ну подожди. Вы как мафиози, блин. Стоите. А ну. Сделайте лица злые. Ну теперь добрые. Жентльмены удачи, реально. У кого кинжал есть? Не, не. Этому не давай. Я сюда. Э? Слава, ты для девочек. Ты посидел. Да, на палеонах. Давай. Не то. А где ты взял торты? У кого же нет. Какой-то акробатический этюд финиша фроуда. Давай. Можешь? Давай, а торт подержу или с тортом? Ух, елки. Саня, давай какой-то акробатический этюд попробуй. Давай, я подержу. Так, колесо. Колесо от Сани. Подожди, не, не, не. К ребенку не подходи близко. Ты тяжелый очень. Не пугай ребенка. Теперь нож бери в руки и поставь вот так, чтобы никто... Получилось все. Прощаемся со всех и полетим. Все, оффроуд завершен. Прощаемся. Так, все. Обзор лагеря. Тут посерьезней внедорожники стоят. Тоже грязные, видите, ехали в лагерь. Саня собирает лодку, байдарку. Пока! Пока! Блин, валит ракета. Так, ну все, друзья, покатались. Класс. Посидели. Отдохнули. От суеты ежедневной. Сейчас, наверное, ну не очень и холодный он. Сейчас войдет в рабочий режим. А сидение подвинули. Я думаю, что там не так удобно, как было. Не, ну аппарат огонь. Макс все-таки... Точнее, вы, зрители, были правы, кто писал, что грязь с бака забилась. Забилась трубка подачи. Макс тут пытался кататься по лагерю. И действительно попала грязь. Перестала ехать. Говорит, снимаю шланг, а он тупо забит зубочисткой. Прочистил, выковырял и поехал. Меня преследуют какие-то люди. Отжать машину, наверное, хотят. Буду добавлять, наверное, сейчас. Какая подвеска. Ну, как-то не так. Чуть-чуть работает, не знаю. Или не прогрелась еще. Тянуло лучше. С утра преследуют. Видите, с фарами квадроциклисты злые. Сейчас мы навалили им. Пыли поддали. Чуть отстали. Сейчас будет оффроуд. А, вот есть дорога, кстати, хорошая. Которая без оффроуда выводит на ровные места. Так что, в принципе, мы уже сегодня на оффроудились по полной программе. Ну, тут хорошая, шикарная. Ростик нам показал в прошлый раз. Что-то мы тут ездим-ездим, а она просто рядом. Мы раньше ездили по ней, как-то там даже не совсем по ней. Там еще правее есть дорога. Песок очень жесткий, но я ходом прошел. Блин, опять тут что-то... Песок, песок, песок. Не, это ерунда. Да, четкий. Четкий. Ровный объезд. Надо запомнить его. Раз, и выехали на основную. Так, ну что, все. Едем. Едем домой, показывать вам оффроуд. Аппарат. Огонь. Ну, давление масла я же варю. И на тридцатке у меня так же вот один в один светилось. Даже я 10В60 залил. Стало чуть лучше. Ну, стало намного лучше, но все равно. Проблема, в принципе, полностью не ушла. Ну, механически мерили на тридцатке, на ушастом. Давление было. Все на второй еду. Деньги, как включил, и везде ходом иду. Вот так валим. Аппарат огонь, конечно. Видите, плечо когда в окно, это очень удобно. А так вообще приходится прижимать его или сдвигаться чуть-чуть. Шевроле Лачете одно обогнал, сейчас второе обгоню. 70. По правительственной валим. Первое Лачете заело, зацепил я его. Да, тут так все аккуратно идут. Видно, меряют скорость. Думаю, вот это сейчас Горбатого сфотографируют на скорость. 70 легко. Мой, конечно, легче намного идет. Какой-то расход бешеный получился. Было 8 литров. Залили мы и проехали 40 километров. Просто жесть какая-то. Хотя по одометру в общем, сейчас посчитаем, но получается расход 20 литров. По моим расчетам. Сейчас доедем до места. Посчитаем, сколько в сумме получилось. Приятно едет. Не жарко, хорошо. Да, большой плюс машины, купленной по техпаспорту. Это, конечно, фиксация скорости. Все все осторожно так едут. Здесь Макс звонил, говорит, тут же камеры стоят осторожно. Удивился, что я так далеко оторвался от него. Нам еще ее снимать с учета, так что штраф может прийти. Я вроде не нарушал. 60 там до 70 можно. Педаль почти в полу. Напогадит, не развивает обороты. Ехал как-то лучше, не знаю. Что-то забилось, я думаю, потому что 80 я тогда разогнал довольно легко его с утра сегодня. А сейчас даже 70 не могу раскачать. горить вот вообще в пол нажал. И толку никакого, в общем. Макс догнал меня. вот так валим. не едет, да, не едет. Наверное, жиклеры воздушные позабивались, не знаю. Может, из-за этого или воздушный фильтр. Мы там так заглянули в него, но надо конечно его помыть в бензине. налить свежее масло хуже стало. Может, когда продували, промывали очистителем карбюратора его, позабивали какой-то грязью, то, что сверху было, ну, непонятно, из-за чего, ну, то из-за грязи скорее, то, может, топливные, ну, хотя расход повышенный, расход 20-очка по моим расчетам, ну, может, 18, даже если 15, то это, блин, очень много. Тем более, учесть, что мы большую часть ехали по трассе, с постоянной скоростью, без пробок, без ничего. такой, Макс, как в сопровождении, как в кортеже мы идем. Вот тоже человек как-то странно, медленно меня обгоняет. Резанул в левый ряд, как-то там плетутся все. Вообще, раздражает, когда не можешь поехать быстрее, чем позволяет дорожная ситуация. Привык я уже к педалям, к управлению. Назад хуже едет. Попала, видно, грязь все-таки в карбюратор. Они и в левой полосе не едут. Что тут за люди? Еле-еле все ползут. 50. Нету, наверное, 45 идем. Зачем вам такие иномарки? дорогие, которые вообще тупо не едут. сейчас вроде чуть лучше пошла. Згорки сейчас с моста разводимся. Смотрите, вставляем всех. Да, температура масла высокая, греется. греется. Я думаю, потеря мощности из-за этого тоже есть отчасти. Хотя на улице достаточно комфортная температура градусов 20 максимум, может, 18. То есть, для этого мотора это нормальная погода. температура многовато. Ну, это 70 всего. Мак заварил, показывает, типа, на 10 у него на 10 быстрее. Ну, не знаю. 75 давайте попробуем, может, поедет быстрее. Ну, тут горка. Он не едет, так как должен ехать, конечно. надо мыть. Мыть ребра. Есть запчасти все. Было бы время и желание, можно было пересыпать мотор, сделать новым. Не знаю, это уже как Макс решит, вот она на хвосте вы сопровождает меня. Да, правильно вы писали, мне надо помыть полностью всю систему, карбюратор помыть, разобрать, помыть бензобак, продуть трубочку, потому что, представляете, количество грязи, что просто Макс снимает трубку, которая идет в карбюратор, она просто забита каким-то пластилином. Я думаю, поедет. Ну, и помыть внешние ребра охлаждения, там, где цилиндры охлаждаются, я думаю, там залеплено все за столько лет, там, наверное, просто охлаждение нулевое сейчас. Ну, летим, летим, 60 легко, причем нажата педаль там на одну треть и нажата на три четверти примерно по скорости одно и то же. Но это говорит о том, что забито, не работает нормально подача топлива. И воздуха тоже, кстати, фильтр воздушный. Я уже говорил, надо все тоже промыть, помыть и проверить. паспортная 90, кажется, у нее, то есть, в принципе, 90 должна ехать и 100 даже, наверное. Я на своей ехал на покатуху, то то ли 80, то ли 90 вообще разогнал элементарно. Выехал тут человек из-за поворота. Как в анекдоте, блин. 140-й и горбатый запорожец. Все, летим в Логово. Тут недалеко уже у нас. Паркуемся. И до следующих ремонтов и выездов. Тут движуха оживленная какая-то сегодня. А так, машина положительная. Сколько у людей окружающих эмоций вызывает. И у меня тоже. Да, у всех. Все пофотографировались на покатухе. Все посидели, всем понравилось. Сделали фотосессии. не каждый день такую машину увидишь, встретишь. Тем более можно посидеть, покататься. Что, друзья, все. Пока. Спасибо всем, кто смотрит нас, кто подписывается, кто ставит лайки. не забудьте включить колокольчик. Всем до встречи, пока. Увидимся.